всем привет мы сейчас вместе с сарой будем открывать celebrity box которую мне доставили перед вылетом первое то что попалось мне в коробке это скраб для тела запахом шоколада мистер скрабер кофе вкусно пахнет интересно он также вкусно работает на теле как и пахнет натуральный дезодорант кристалл дикая роза леврана бренд люди стараются переходить на натуральные дезодоранты еще от фирмы леврана гель для умывания гидрофильный гель чайное дерево для умывания кожи такая прикольная банка галька и галлы это косметика еда система домашней депиляции гладкая кожа на один месяц наборе такие салфетки да для депиляции ног я мышек наверное если разрезать палочки да это не для мороженого зайка специальные палочки которыми набирать вот этот вот воск это то есть не воск это я думаю из сахара сделано потому что жан это не железы состав фруктоза клюкоза очищенная вода сок лимона все теперь сара нашла помаду в этой коробке слик матми я знаете помады они очень хорошие мне такие есть только других оттенков это оттенок нюдовый красивый это у нас подводка для глаз бяж косметик с подводка для глаз и еще в коробке был водостойкий карандаш от бяж косметик красного цвета сара нашла помаду это по-моему тоже би аж косметик красивый красный холодный досталась не помадка матовая от никс у меня очень много продуктов от них он чуть-чуть потемнее чем предыдущий нюдовый коричнево-розовый оттенок два продукта от а вен термальная вода и пенка для умывания мини версии удобно брать с собой sky island крем для умывания тоже маленький тюбик брать с собой дорожку очень удобно вот такая была коробка девчонки спасибо а 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 Да, но он уже завтра будет лучше, глаз. Так что у неё... Вчера у него был вообще очень опухший, как фингал. Сегодня получше намного. Мы вчера так поздно приехали, что не успели разглядеть наш отель. Когда проснулась я, то поняла, что мы живём как будто бы в каком-то храме. И мне стало страшно. Как-то не по себе, если честно. Но если бы мы раньше снимали, знаете, все места, в которых мы жили, особенно в Шри-Ланке, вы бы обалдели просто. Так опасно, для Сары особенно. Я говорю, Сара, ты не подходи к этим дыркам. Здесь тебе нужно всё время в жилете ходить. Это маленькие рыбки. Они прямо где тень, там они играют. А так вообще очень красиво. Но небезопасно для маленьких деток. Классно? Вообще кайф. Вот, видите, гуляешь, и тут бах, такая дырка. Как бы ребёнок сам не пойдёт туда, но вдруг ветер или что-то качнёт, я не знаю, или голова закружится. Всякое бывает. И туда бух. Или задом пойдёт, и туда тоже грохнется. Стой, стой. Папа! 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 Папа, помогает мне на место лежать. Мы сделали замечание, что Сара не пристегнутая, но она, да, очень часто не пристегнутая, потому что так удобнее, она привыкла, конечно, на ширина, но вот мы и пристегнулись, да, Сара, теперь будешь так ездить? Главное, мне еще надо детское сиденье. Да, детское сиденье, но мы тут в Таиланде-то его не будем искать нигде. Вот. Так, а у нас здесь опять гости. Привет. А смотрите, у меня что есть. А! Боба! Чё? Ты видел он у меня? Здесь есть повсюду в Таиланде магазины 7-Eleven, и я нашла коллаген. Коллаген, вот такой коллаген, буду пробовать сейчас. Буду теперь их тут пить, покупать, потому что у нас их нет. Для профилактики нужно попить, пока здесь нахожусь. Мало людей на Качанге. Совсем такой пассивный отдых. Отличие большое между Индией и Таиландом, потому что здесь люди приехали отдыхать. Все-таки видно, что прям просто релакс. Пляжный отдых. Снимаю сегодня наш ужин вместе с Сарой. Папа у нас уснул, накупался сегодня. Решил с нами не идти. Саре мы заказали рис с креветками. Она его очень любит и любит креветки есть. А я заказала кальмары. Очень интересно, мне их подали. На огне. А ты их доешь? Я, да, доем. Думаю. И рис. Такой калорийный у нас ужин с рисом. Но они едят здесь тоже часто рис, как японцы. Хотя, наверное, я бы смогла съесть только вот это. Без риса. Вот. Доесть Сарена, если что. Потому что Сара, наверное, не доестся, да? Доешь? Доешь. Цены на Кучанге еще дороже, чем на Пукете. И вот это блюдо обошлось мне примерно 3000 тенге. Это где-то 9 долларов. Сара на блюдо обошлось мне тоже в 2500, потому что с креветками дороже. Ну, 7-8 долларов. Я буду всегда выбирать рис. Это дорого считается. Эй, русалочка, тебе не надоело купаться? Не надоело. Потом у меня еще... Потом у меня еще этот рукавник слел. Я его поймала и обратно хотела. Ой, ну ты деловая. Три часа в воде, если не больше. Поела и снова в воду. Я в шоке. Мам, я не двигаюсь. Это меня болно. Сара, так можно и похудеть. Что? Вот так долго в воде тренироваться. Я хочу похудеть. Так ты не толстая, ты такая худенькая у меня. Красоточка моя. Я сегодня, кстати, делала массаж. Первый раз в жизни. Вон на улице, прям, представляете, с видом на море. Тайка делает массаж. Очень круто. Я вообще перестала здесь краситься. У меня такой видон, как будто я в джунглях живу. Иду на пляжи, там пацаны забывают косяки. Здесь, короче, курят повсюду морепан и точно так же, как в Индии. Я в восторге в полном от массажа. Она меня так размяла. Это как гимнастика была. Очень прикольно. Буду стараться здесь почаще ходить на тайский массаж, потому что она реально меня прям размяла, помяла. Очень здорово. По острову можно встретить много обезьян. Их кормят. Да, они вон батон дают им. Сухой. Так что они их тоже любят, тайцы. Я думала, они их не любят, а они их кормят. Смотри, смотри, смотри. Сара сегодня целый день купалась. Вон вся красная. Мы сегодня уезжаем с острова Кочанг на фейри снова. Выстроилась очередь вот из машин. Мы встали в очередь. На фейри заедем на машине. Дальше нам часов пять ехать до Паттайи. Нравилось отдыхать на острове? Да. Расскажи свои впечатления. Хорошо. Что ты там делала? Палочка. Палочка. Когда заехала в магазины, гуляла. Девочка познакомилась? Я познакомилась. В общем, ребята, снимаю для вас удивительную вещь. Подъехал лоток, такой киоск на колесах, на мопеде. К ресторану, в котором мы ужинали. И привез очень много сушеных кальмаров. Да, много сушеных кальмаров. И они по разным ценам, начиная от 20 бат и выше. В общем, ты берешь кальмарчика одного, затем он его вот жарит здесь на гриле, подогревает. Да, подогревает здесь на гриле с двух сторон. Собачка здесь рядом стоит, только милая, хорошая. И дальше смотрите, что он делает. Он их прокручивает и удлиняет. Я удивлена. Это просто нечто. У него здесь все очень чисто, поэтому мы даже не брезгуем. Смотрите, из маленького кальмара какая длинная ленточка получилась. Все это натуральные продукты, без химии, без ничего. Обожаю пробовать разные экзотические штучки. И Сара тоже. Мы ее приучили, она не боится. Она даже хотела кузнечика попробовать на рынке. Но мы что-то не рискнули уж. Мы не настолько сумасшедшие. Смотрите, какая длинная ленточка у нас вышла. Это маленький, да? Сара, дай с ним. Это маленький. Он более зажаристый, хрустящий, да. Слушай, как вкусно. На самом деле очень вкусно. Мягкий, он хорошо жуется. А здесь арахис в соусе. Нет, соус, как всегда, сладко-острый. Мне такой не очень нравится в Триланде. Я лучше не буду макать. На, ты помакай. На самом деле очень прикольно. Мне понравилось. Сегодня у нас тропический ливень. Это еще более-менее закончился. Все было серое. Ничего не было видно. Было очень страшно. Все такое вкусненькое. Не знаю, что выбрать.